Кажется таким важным, но язык, как средство, которое связывает поколение... Подождите, у нас такие интересные темы, мы забыли записывать. Сейчас я вам дам право. Так, сейчас. Лаурик, вот я вам дал право записывать. Как вы видите, куда у меня идет запись, скажите? Ну, вот эта красная точка, по-моему, это на компьютер. Потому что иначе получается картинка облачка, по-моему, какой-то. А, значит, на компьютере. Я просто... Это проблема не только в США, естественно. Проблема языка, да? Да. Проблема языка, как средство, которое связывает поколение. Проблема языка, как средство, которое связывает элиты с работниками. Ну, то есть то, что я говорил, да? Помните эту историю? Ну, не наша ассоциация, но, тем не менее, там речь идет о том, что у разных людей, которые работают в городе Нотр-Дам, спрашивают, чем они занимаются, чем они живут. Этот говорит, что там зарабатывает для своей семьи, этот говорит, что он таскает камни, кирпичи на какую-то стройку, этот говорит, что он привозит это, да? Ну, там, условно говоря, главный инженер. То есть, кто-то, заказчик, да, говорит, что мы, собственно, строим собор. Да, мы там строим, да, ну, да. А главная идея, что они строят этот сам, ну, вот, здание, главное Нотр-Дама. В смысле, или чего там, Реймса, неважно чего, да? Да. То есть, как бы, собственно, вот этот язык, который позволяет, условно говоря, премьер-министру обратиться к нижестоящим, чтобы они потом довели до, ну, там, предположим, к министрам, да, и к заместителям министра, чтобы те довели до инженера, инженеры довели до рабочих, чтобы они понимали друг друга, да, там, есть задачи, да? То есть, вот этот язык, он, к сожалению, пропадает. Как язык Тора, да, когда строился мешкан, да, и все это спускалось вот на три, на четыре уровня, вплоть до тех, кто там занимался работой над всякими, да, то есть, как бы, всякими мелкими работами, да, То есть, то, что вы говорите, те, кто и мелкими работами занимается, Они должны быть вдохновлены вот этой большой темой. Совершенно верно. Ну, во всяком случае, часть идеи через эти... Вот это в странах, где пропаганда была развита, оно так и было. Ну, в России, в Советском Союзе. В Советском Союзе и в других странах. Собственно, Америка, да, великая американская мечта, когда Америка достигала. И это сейчас пропало. У элиты это пропало, этот язык пропал, да. Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Или цель строительства, или цели, ну, может, они изменили цели, типа, мы уже богатые, теперь там у нас... Не знаю. Личная свобода, там, ну, то, что называются вот такие ценности. Хотя они осознанно это изменили, то есть... Ну, как это изменилось? Ну, может, отчасти... Какие-то... Вы знаете, какие-то части происходили осознанно, мне кажется, после Второй мировой войны, потому что разные психоаналитики и общественные психологи, они очень глубоко продумали проблему деноцификации. Это была очень большая школа, и я где-то только капелькой набеком какое-то видео такое обзорное, интересное смотрел уже какое-то время назад по этой теме. И именно это шло, вот, это общественная идеология должна уходить в сторону такая, а вот личное благо, семейное благо... Это Адорно, ну, как бы, автор этой школы, да, то есть тоталитарная личность, ну, то есть, в смысле, и как их отодвигать, ну, вот, те, кто... Это период после войны или самой войны и после войны, да? Да, сразу после войны, то есть, может быть, это самый конец войны, наверное, еще был Джейк Розли, там, начинал эти исследования в самом конце. Конечно, для него... Ну, впоследствии все его ученики работали, конечно, после. Адорно, скажите два слова, потому что я как раз забыл, кто это еще. Это немецкий, ну, в смысле, Миклантес, Германия. И, насколько я понимаю, он был близок изначально вот к той, как она называется, венская школа, в которой было очень трудно найти неевреев, да, то есть, экономическая, социологическая школа. А, и экономическая школа, как она называется, такая абсолютизация рынков? Можно назвать австрийской школой. Австрийская школа, да, и у них еще какое-то есть. Относительно экономики, у них есть еще какое-то название. Ну, да, я это встречал, да. Абсолютизация такой свободы и рынка. И минимизация государства. У этого все-таки есть еще какой-то термин. Есть, есть, можно посмотреть, просто не хочу. Ну, бог с ним, да, 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 да. Так он, Адорно, вы помните его имя? Теодор. Теодор Адорно, да. Я думаю, что, может быть, удачно так связали это все с денификацией, может быть, произошло то, что, знаете, у... Ну, на победителя обратилось то, чем он хотел, убежденный, да? Да, да, совершенно. Вспомните, как у Станислава Лева, который, кстати, тоже еврей был, да? У него есть фантастический рассказ про планету, которая страдала от засухи, от засухи постоянной, да? И чтобы преодолеть, ну, как бы бороться с засухой, они создали институт мелиорации, всепланетарный, общепланетный. И когда институт выполнил свою задачу, они решили не распускаться сами, а предложили, ну, всему человечеству вот этой планеты, ну, всем существам этой планеты, по-моему, это не люди, а может быть, и не, не помню. Да, то есть идея, что венцом творения является не человек, а рыба. И продолжали заливать планеты водой, понимая постепенно, ну, то есть уровень воды, чтобы, ну, то есть, как бы, чтобы они остались безработными. Я понял, да. Может быть, очень может быть. И очень может быть, вы знаете, тут еще один элемент. А вот надо понять, вот эта группа, обычно, какую мысль я хотел сказать, обычно вот такие общественные идеи, они очень хорошо внедряются с помощью искусства. Не было ли их влияния на Голливуд, вот чтобы Голливуд такие фирмы начал производить, где вот это направление мысли, оно как бы усиливается, и, соответственно, влияние, потому что Европа, вот я не знаю, мне кажется, Европа потребляла хорошо голливудские фильмы, да, в той эпохе. Или я ошибаюсь, хотя я без уверенности. Осторожнее. Там и свое искусство. Ну, во-первых, как бы часть совсем уж советской коммунистической агентуры, насколько я понимаю, вычистили во время Маккарта. Кроме того, там действовал в США кодекс Хейга, что ли. А может наоборот, а может наоборот, может они попытались действовать через европейское искусство. Может быть. Потому что европейское искусство как раз в нем, этот человеколюбивый элемент, мне кажется, в те годы, там, 50-е, он более сильно был выражен, даже, чем в Голливуде. Голливуд, он такой, наверное, еще был немножко боевым. По французскому вы имеете в виду? Да, или итальянскому. Я большой специалист. Я не знаю, я не... В искусстве, но мне кажется... Я не специалист в кино, честно. Ну, вот, значит, так раз. То есть, то, что я знаю про кино, это скорее вот то, что попадало на советские экраны. То есть, там, ну, как бы вот этот итальянский неореализм. Ну, да. Так это же оно. Не знаю. Это вот глубокое переживание с элементом диссидентства. Я очень слаб. В этом хотел еще один элемент, связанный с этой темой. Сейчас, извините, одну секунду. Да-да, конечно. Привет нами передал. Все-таки, вот эта попытка отвлечения населения от таких общенациональных целей к личным, на самом деле, это не новое явление. Оно не послевоенное, оно более раннее. Вот мне мелькнула удивительная вещь. Нет, нацисты в завоеванной Франции стремились склонить французов вот к этому образу мыслей. Вот мне мелькнуло и очень запечатлилось. Хотя деталей не осталось. Но вот это утверждение, что вот их пропагандистская машина нацистская, они вовсе не стремились внушать французам идею Великой Германии. Они, наверное, переживали, что может не так легко быть это принято. А вот идея, что семейные ценности и жизнь в семье – это важно, намного важнее, а все остальное – это эфемерное, вот где-то мне мелькнуло, что это да, это так и было. То есть это была одна из стратегий победителя, чтобы, как говорится, волю к сопротивлению уменьшить. Может быть, может быть, не знаю, просто мало знаю историю оккупационной администрации. Надо посмотреть, наверняка есть много книг, наверняка есть много матери. Мне один раз мелькнуло, но засело прямо в голове. Я даже удивился. Ну вот, и однообразие. То есть и третье, и третье, поскольку все-таки было большое влияние Советского Союза, оно и оставалось таким косиным, ну, скажем так. Вот я не знаю, скорее всего, это даже открытый вопрос. А было ли влияние Советского Союза на левую интеллигенцию в Америке? Советского Союза и, ну, более поздно, это там арабских стран и так далее, которые умели поощрять определенное направление развития в академической среде. Вы имеете в виду в культуре? Да. Вот антивоенное движение, в частности, да, но это другое. Антивоенное движение, безусловно. Немножко другое, а вот именно… Почти наверняка, да, почти наверняка. Весь вопрос, как… Ну, то есть, если верить, ну, если верить, ну, правым, консервативным авторам, то, безусловно, было. Ну, то есть, во всяком случае, если судить по художественной литературе, то есть, которая описывает, ну, вот все это противостояние бронекновению КГБ, то, безусловно, то есть, во все эти левые движения были… Ну, левые борцы за миры, все эти самые, они были действительно насыщенные, инфильтрованные советской агентурой. Причем, если вы прочтете, на самом деле, там, Александр Зиновьев, да, не помню, какая из его работ, он описывает, каким образом Советский Союз, но, несмотря на то, что бюджет его, экономика была явно меньше, чем западный мир, и малый конкурентоспособный. То есть, как он умудрялся покупать, внедрять свою агентуру в западный мир? Ну, то есть, ведь… А вот, действительно, в какой форме это? Тут же не просто вопрос денег, это вопрос, действительно, умения подбора кадров, что называется, агитации и подбора кадров. Во-первых, как вы понимаете, деньги, ну, если вы помните… В какой форме? Я бы как раз, наоборот, от денег отошел, а более спросил, а в какой форме вот это внедрение, какими путями оно шло? Ну, в смысле? Ну, абстрактно борьба за мир, против ядерной катастрофы. Сама по себе это хорошая идея, которая могла привлекать людей. Нет, как оно конкретно шло? Были профессора, которые там, талантливые агенты Советского Союза, они были влиятельными профессорами, которые смогли других профессоров привлечь? Или они были, кстати, они могли быть талантливыми писателями, которые могли других молодых писателей на свою сторону привлечь? Вот эта конкретика, она очень интересна. Вот мне кажется, вообще, вот крупные фигуры, к которым у нас во многом даже такое симпатия, положительное отношение, как Илья Оренбург, да, вот «Люди года жизни». Да, да, да. Мама переслушивала. Да, да. Вот мы с мамой. На самом деле, если посмотреть, это был высший пробы агент влияния. Да, да. Он собирал возле себя западную интеллигенцию творческую, умел с ними дружить, умел их настроить, с симпатией к Советскому Союзу и с антипатией к плохим капиталистам. Ну, да. Да, но это как один пример. Ну, а если вы говорите, что была целая сеть... Ну, был Констант, который тоже общался с... Он тоже был талантливый журналист, который работал с западными... Ну, как такое, единичные люди, это еще мало видится, чтобы это такая была прямо сеть, какая-то колоссальная сеть влияния, да. То есть они должны были большую, большую базу, грубо говоря, иметь такую свою организацию с большой массой людей. Вот оно ускользает, оно ускользает. Даже если у тебя есть деньги, как ты это осуществишь? Насколько я понимаю, агентурная работа, то есть, ну, вербовка, и работа по созданию сети влияния, да, это все-таки разные вещи. Наверное, даже этим занимались разные отделы КГБ или там... Ну, да. Но мы говорим о системе, которая повлияла на умы людей. Мы не говорим о разведчиков, которые там шпионскую информацию собирали. Хороший вопрос. Хороший вопрос, нужно подумать. Кстати, очень интересно. Вы же знаете, да, наверное, историю? Наверняка знаете. Да, что вот эти, кто там... Покрас Дмитрий, который песня «Первый конная армия» и все прочее, связанное с этим. Золотой фон советской песни. Его брат все это время работал в Голливуде. Был один преуспевающим продюсер и музыкальным каким-то этим. И... Ну, то есть, это все уживалось. То есть, сталинские премии Покраса и брат в Америке. Все это явно не... Ну, не просто так было. Да, то есть, как бы, ну, как бы, ну, один из таких примеров. Надо посмотреть. Были же Голливуд выпускал... Да-да-да. Голливуд выпускал в 30-е годы фильмы, которые, ну, типа, мюзикл. То есть, это не Пырьев, а Американцы первые начали снимать мюзиклы про жизнь в советских колхозах. Ну, с американским размахом, да. То есть, какие-то... Такой симпатии. Да, симпатии. Не энергетически, да, симпатии. Да-да. Ой, это интересно даже... Аарон, а если вы найдете, может быть, здорово... Я посмотрю. Я посмотрю. Я где-то видел хороший сайт по американскому... Ну, такой антисоветский, консервативный, да. Где вот история американского кино. Там, вот, как бы, такие... И такие, и такие фильмы. То есть, просто... Это действительно очень интересно. Честно говоря, я смотрел не фильмы, а смотрел вот картинки, иллюстрации художников, иллюстраторов к американским журналам, выходящим. Да, то есть, как бы, там эстетик, эстетик, я подчеркиваю, людей там вполне американский, да. Но эстетика, вот, подача материала, там, какой-то мальчик, бродяга которого полицейский, ну, поет чаем или там чем-то, я не знаю. Ну, угощает кончиком, я не помню, чем, но покупает. Да, то есть, как бы, такое, это вполне такая советская, то есть, на самом деле... Ну, оно было советское, оно было и французская газета «Юманите», там, да, да, да. С «Пифом» и, там, другим, ну, «Пифом» такой относительно нейтральный, и другие, и «Чиполлино», и итальянская литература. Кстати, оглядываясь назад, на самом деле, ну, как бы, Радари, ну, как бы, на мой взгляд, как детская литература, сама по себе абстрактная, не беря вот все эти... Это очень высокого уровня. Это очень хорошо, это очень высокого уровня. Хорошо бы все это взять и забрать назад, да, у тех, кто недостоин им пользоваться и перевести на еврейскую литературу, да. Да. Ну, как видите. То есть, мамой... Подожди, это Радари, мама, или нет? «Голубая стрела» – это Радари. Да, 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 Радари. Вы не поверите, мы недавно переслушивали эту сказку. Нет, «Голубая стрела» – это прекрасная вещь. Ну, то есть, просто ничего, мало что может уподобиться вот этому, несмотря на то, что там, ну, сейчас. Там классная идея, там тоже была. Ну, там якоря, да, вот эти опорные сигналы, там явно, ну, на что они направлены. Ну, да, конечно. Вот эти демонстранты, которые выступали против Америка, ну, то есть, все прочее. Там единственное был неполиткорректный памятник. Бронзовый памятник? Ну, это же грех. Потому что он против заселия иностранцев. Ну, да. Сейчас бы его осудили. Да, кстати, прекрасная идея. Да, да. Нет, замечательная книга. То есть, талантливые люди. То есть, просто явно. И, кстати, по Радаре видно, что, ну, по тому же Радаре, видно, что он писал, ну, искренне в своей книге. То есть, это не за деньги, это не то, что его купили, наняли писать вот так. Он явно что-то, ну, и, собственно, вот все эти, наверное, может быть, вы правы, вот этот итальянский неореализм, да, классика, кино, да. То есть, вот это вот, это же тоже яркие, талантливые фильмы, которые, тем не менее, несмотря на всю их яркость и талантливость, скрутили в Советском Союзе для того, чтобы показать, какая плохая жизнь в этом, да? Да. Они шли в западном мире, да? Конечно. Они и западного человека убеждали о том, какая плохая жизнь должна быть. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, вот это интересно. То есть, это интересно. То есть, интеллигентно, понимаете, вот у нас идут сразу две мысли параллельные. Это Советский Союз такой плохой? Или интеллигенция сама по себе? Вот она возникла, она стала автономной в большой степени в 20 веке. Почему она стала автономной? Потому что, может быть, у университетов или у заведений искусства появились большие самостоятельные средства. Да, Киркинин Матограф дал самостоятельные средства. Это, безусловно, было. Надо перечитать Зиновьева. Я, к сожалению, его как прочел очень давно в перепечатке. Кого перечитать еще? Александр Зиновьев. Александр Зиновьев. А что? Что именно? Я не помню. Ну, вот тогда, в 70-е годы, в 80-е, ну, нет, конец 70-х, что ли, я читал его, перечитывал его в этом, ну, перепечатывали, когда на машинке, на ксероксе, что ли. Сам издат, вот, сам был. А, типа, он написал о формах советского влияния, да? Да, да, да. Очень подробно, как специалист, безо всякой, холодно и спокойно он описывал, как это все. А может быть, это автономное явление, то есть мы, у нас две вот эти линии все-таки параллели, может, это автономное явление развития интеллигенции творческой, что она перестала, ну, государственная машина перестала стремиться ею управлять, машина власти, да, перестала стремиться ею управлять. Может быть, может быть, ну, в смысле стало. И у нее возникли собственные источники. Стала бояться. И отличается ли, отличается ли этим в этом плане 19 век там от второй половины 20-го? Государственная машина, наверное, после Второй мировой войны стала бояться обвинений в том, что она навязывает творческой интеллигенции. И есть ли это проявление тоталитаризма? Или антикапитализм, он естественный был для этих слоев. Потому что ведь они уже жили немножко в некапиталистической форме существования. Особенно университетская интеллигенция. Я не знаю, Голливуд, это как бы на грани, он как бы коммерческий. С другой стороны, богемная атмосфера, она далека должна быть от такой чистой коммерции. Да, надо науки и чувства. Я... Слушай, люди искусства, они все-таки живут своим творчеством, да? Ну да. Больше, чем вопросом, сколько это мне сегодня даст. Это очень интересная тема. Если забираться совсем в высокие дебри, то как бы все это вместе, идея социальной справедливости и поисков истины, как вы понимаете, это идея подготовки к приходу машин. Да. То есть, ну, по-большому, ну, мы с вами должны понимать, как религиозные людишко, все это, пусть там это сваливаясь во все эти совершенно неприглядные ужасные формы, но тем не менее, вот эта идея единства людей, то, что деньги – это не главное, то, что человек, каждый человек имеет собственную ценность сам по себе, личность каждая, да? Что он уникален и незаменимый. Это идеи, которые, ну, как бы и сторы, да, на самом деле, да, что невозможно, да, что нету человека, который бы не был бы этого, да, то есть, как бы, что без него, что каждый... Собственно, я нашел, но для каждого... Пол шекеля каждый должен, а без этого не соберется весь мешкан, да, то, как бы, без этого не будет, да? Потому что, собственно, это ведь еврейские идеи, просто они так вот трансформировались, и то, что они так бурно развивались, это, конечно, признак приближения Машеха, да, признаки мессианской эры. Ну, то есть, как бы, если мы видим позитивные, да, даже в таких ужасных вещах, да, то есть, не важно, что Всевышний может, имеет право использовать даже такие инструменты, как агентов влияния, ну, СССР, то есть, или это, для того, чтобы достичь своей цели. Тем более, что мы не можем сказать, что количество евреев, ну, количество евреев, которые во всем этом участвовали, это совершенно случайность, да? Да, оно огромное, да, огромное. Ну, понятно, ну, и исторически понятно, потому что, ну, поэтому евреи были носителями демократии, да, что та государственная машина в феодальное время, она была антиевреей. Да, 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 это естественно. Конечно, или с ее, ну, ладно, да, это такая тема. Хорошая тема, кстати, хорошая тема, и, может быть, даже для развития, но можно ее оставить, ну, в смысле, на будущее какая. Александр, насколько я понимаю, сегодня не присоединяется. Сейчас одну секундочку. Стоп, гугл. Александр мне позвонил и сказал, что он там где-то вне дома, что он только надеется, что, может быть, где-то в более поздней части, если повезет. Я просто, меня просто жена, у меня третий день давления, у меня жена просто решила очередной раз завинтить гайки. Подождите, ну, давайте о здоровье мы можем запись. Спасибо.